Два процесса, разные. Один в Гродно, второй в Минске. Разная атмосфера. В помещении городской тюрьмы и в здании суда. На одном люди не скрывают лиц и рассказывают, как было. На втором же главный фигурант пытается сорвать разбирательство. Объявлял голодовки и скрывает лицо за черной папкой. Но узнать Автуховича папка не помешает. Его вернули в помещение, где идет разбирательство. Допросили медика, который развеял мифы о трехнедельном воздержании от еды и воды. Главный обвиняемый может давать показания. Но на часть вопросов отвечать Автухович отказывается. Во время предварительного следствия был более разговорчив. Искал жертв среди силовиков. Поджигать дома и автомобили. Использовал сообщников. На этих кадрах следственного эксперимента Павел Савва показывает, как поджигали и взрывали. Появляется конкретика и по другим фигурантам. Так подельник Павел Рязанович работал в отделе принудительного исполнения и имел доступ к базам данных. Это интересовало главного фигуранта. Виктор Снегур был у Автуховича проводником на Украину и обратно. На Украину Автухович ходил за оружием. Во время его пребывания в Украине вы переписывались посредством каких-либо мессенджеров, переписки? Да, я интересовался, как у него дела там. Он вам что-то отвечал? Да. Что он вам сказал? Все нормально. Чем занимается он? Собирает железо. Понимали, что это значит, да? И что значит? Ну, скорее всего, что в оружии оседает. Часть арсенала Автухович хранил у брестских подельников. Официально гостил у семьи Рязановичей. Целый арсенал боевого газового оружия, патроны, самодельные взрывные устройства, тротил, детонаторы, гранаты. Один из пистолетов хранил в тумбочке у кровати. Вот как во время следствия на все это отреагировала Любовь Рязанович. Николай, вы угробили всю нашу семью. Я думала, вы приехали к нам в гости. Зачем бы это все привезли в мой дом? Ответьте, пожалуйста. Ответьте, как мне жить на этом свете? За что я должна страдать? Зачем бы привезли вот это в мой дом? А тайники в лесах предназначались, вероятно, для диверсионно-разведывательных групп. В качестве возможного исполнителя покушения на главу государства Автуховича рассматривали еще одни заговорщики. Зинкович, Федута, Костусев и компания. В сентябре 2020-го Зинкович встречался с Автуховичем на рынке в Ждановичах. До поры до времени решили действовать обособленно, но поддерживать связь. Зинкович, гражданин и Белоруссии, и США, долгое время проживал в Хьюстоне. Оттуда уже начал обговаривать детали плана «Тишина». В частности, он предполагал ликвидацию президента. Автомобилю должны были открыть огонь из реактивного гранатомета. План «Тишина» также предусматривал предательство ряда военачальников, захват зданий и сооружений. Зинкович допустил возможность жертв среди людей при реализации этого замысла. Заговорщики активно искали финансирование, обращались к беглым экстремистам. Карыч, Прокопьеву, Макару, украинскому олигарху Коломойскому. Параллельно вели переговоры с силовиками. На этом этапе их взяли под контроль. И в качестве силовика в банду внедрили сотрудника спецслужб. Детали предательства военных обсуждали на встрече в Москве. Собственно говоря, тот, кто будет владеть страной, может получить все, что хочет. Уже потом было задержание. И организатор мятежа Зинкович расскажет, что сотрудничает с иностранными спецслужбами. И предусмотрительно заключит досудебное соглашение со следствием. Это означает, что он признает себя виновным, сдает всех и говорит все, как было. А взамен суд не может назначить ему более половины максимального наказания по преступлениям. И Зинкович условия договора пока выполняет. Оба дела еще далеки до финала. Идет монотонное изучение доказательств. Между тем, экстремисты вновь взялись за свое. Данные участвовавших в задержании группы Автуховича, прокуроров, а также некоторых работников тюрьмы, где содержатся обвиняемые, разместили на известных экстремистских ресурсах. С традиционным призывом «Знаете, что делать». По этому факту тоже возбуждено дело. И со временем найдут и интернет-экстремистов. Алексей Кряквин, Контуры.